Сейчас мы продолжим наше чтение именно с третьей главы «Деяния апостольских». Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы, девятый. И был человек хромой от чрева Матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назареев, встань и ходи». «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужасы и изумления от случившегося с ним. Что мы видим из этого повседневного бытия раннехристианской Церкви? Мы видим, прежде всего, повторение евангельской истории. Мы помним, как Спаситель из страниц Евангелия исцелял тяжело больных людей. Он совершал чудо, но это чудо не было фокусом. Это чудо было воплощением его любви к человеку, к страждущему человеку. И Спаситель однажды сказал, «Кто верует в Меня, тот дела, которые Я творю, сотворит больше, чем Я». То есть дела будут его больше, верующего человека, чем дела самого Христа, Спасителя. И нас это удивляет. Неужели кто-то может сделать дела больше, чем сам Сын Божий? Но именно об этом говорит Спаситель. Петр подошел к страждущему хромцу и сказал, «Посмотри на Меня». Этот несчастный, хромой человек, к тому же, был еще и нищим, потому что не имел возможности работать. Он стал всматриваться в глаза апостола Петра в надежде получить что-нибудь от Него, какую-нибудь милостыню. И, как говорит Деяние, он пристально смотрел на апостолов Петра и Анна, надеясь получить что-нибудь. Но Петр как бы разочаровал его и сказал, «Серебра у Меня и золота нет, а что имею, то даю тебе». Вот здесь мы имеем прекрасный сюжет из жизни раннехристианской церкви. Это ощущение апостолами, ощущение первыми христианами в себе божественной благодати. Как будто божественная благодать переполняла первых христиан. Он говорит, «Что имею, то даю тебе». То есть он настолько ощущал внутри себя присутствие благодати, что как будто он мог распоряжаться этой благодатью и говорит, «Я дам тебе, потому что я имею эту благодать». Достаточно вспомнить недавнее самое важное событие из раннехристианской церкви – это сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух сошел на апостолов и укрепились немощи человеческие силой Божьей. Они стали обычные рыбаки, обычные крестьяне, говорить иными языками. Это не человеческое дело. Это Божий дар, который начал ознаменовываться в жизни этих апостолов и первых христиан такими вот великими делами. «Три тысячи человек присоединилось», повествует нам текст тогда. Ведь это может вскружить голову обычному человеку. Такой успех проповеди вряд ли кто-либо мог похвалиться таким успехом проповеди, до апостолов. Да и Христос, как нам повествует Евангелие, не имел такого успеха. Вначале присоединилось 12 апостолов, затем 70 апостолов. Конечно, какие-то люди сопровождали Христа толпой, но чтобы вот так, в таком огромном количестве, как нам повествуется из первых глав книги «Деяния», такого не было на страницах Евангелия. «Значит, больше меня сделают дела, кто верит в меня». И вот сейчас апостол ощущает в себе крепость сил. Он говорит «То, что имею, я тебе дам». Во имя Иисуса Христа, назри, встань и ходи. «Кто из нас может дерзнуть, сказать подобно апостолу Петру, «Я имею дар божественной благодати, вот я тебе и дам этот дар». Встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И, как говорит нам Дея Писатель, «И вскочил, встал и начал ходить и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога». Мы видим, как изменилась жизнь этого хромого человека, который от хромоты своей был несчастным и нищим человеком. Вся жизнь изменилась его в мгновении, в одночасье, по слову обычного рыбака, странствующего проповедника. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. Он не просто ходил, он скакал, прыгал и бесконечно прославлял Бога, который дал ему новую жизнь, новую возможность ощущать землю под своими ногами. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей. Храма для милостыни. Видимо, люди поначалу не могли согласиться с тем, что они видят. Настолько чудо превышало их разумение, они думали, да, может быть, это какой-то другой чудак. Почему это обязательно? Да вроде похож, но не совсем. Скорее, это тот. Но он прославлял Бога, а значит, говорил, я получил исцеление, исцелил меня апостол Петр и апостол Иоанн. И исполнились тогда все ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил уже от Петра и Иоанна, он не мог отойти. Потому что он связывал свою жизнь сейчас с жизнью этих замечательных людей, апостолов. то весь народ в изумлении сбежался с ним в притвор, называемый Соломонов. Это место, где обычно собирались апостолы, чтобы там говорить о Христе. Потому что Христос тоже любил именно там проповедовать, потому что это место было приближенное к входу в храм. там было удобнее всего проповедовать, чтобы его могли слышать. И, увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что удивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою и благочестием сделали то, что он ходит. мы видим, как апостол переносит внимание из себя на Христа. Он укрепил его ноги, он дал ему возможность ходить, а я только обратился к нему, и Духом Святым он получил исцеление. это очень важный момент из жизни апостолов. Мы будем еще с этим иметь дело на последующих страницах деяний апостольских. Когда будут апостолы божествлять, потому что апостолы творили такие дела, какие до них никто не мог творить. Бог Авраама Исаака Иакова, Бог Отцов наших, Он говорит наших, то есть все те, кто слушали слова апостола, Он говорил, как будто, что мы единое целое с вами, Отцов наших, Бог, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата. И когда Он это говорит, видимо, вспоминает и свое предательство, потому что Он тоже троекратно отрекся от Своего Учителя и Спасителя, когда Он полагал освободить его. Но вы от Святого и Праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, потому что они просили не сего нам освободи, но Вараву, а Варава же бе разбойник, как нам говорит Евангелие. Причем жестокий разбойник, каких не было в то время в Израиле. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради веры во имя его, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление, висея перед всеми вами». Здесь мы видим как бы две составляющих очень важных, что они, то есть апостолы, являются свидетелями самого важного события из жизни людей. Это воскресение. И второй момент, вы видите и знаете этого человека. Факт вещь, вещь упрямая. Вы знаете этого человека. Он был хромым и нищим. И именно он, спаситель, которого вы растерзали, повесив на древе, он его исцелил. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. ее». Они не понимали, что он начальник жизни, начало и конец всему. Они скорее считали его за богохульника, потому что он себя называл сыном Божьим. всех Бог же предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады, то есть утешения, отдыха от лица Господа. И да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Мы знаем, что весь ветхий завет в многообразии заветов, потому что не один завет был ветхий завет и с Ноем, и с Абрамом, и с Моисеем. Эти все заветы были направлены на одно, на Личность Христа, потому что именно Он является Спасителем и чаянием всех времен и народов. Исполнение пророчеств является Христос. Именно Христос, Личность Христа связывает эти два завета, если мы обобщаем Ветхозаветные заветы с Новым Заветом. Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как Меня, слушайтесь Его во всем, что Он не будет говорить вам. Ведь иудеи имели привычку часто оправдываться, что мы дети Моисея, мы знаем закон Моисеев, но вот на самом-то деле они не знали самого главного из того, о чем пророчествовал Моисей. Он пророчествовал прежде всего о Мессии, о пришествии в этот мир Христа Спасителя. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа, и все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили Днисии. Вы, сыны пророков и завета, который завещал Бог отцам вашим, говоря, Авраам, и в семени твоем благословятся все племена земли. То есть в семени Авраама, а в семя Авраама потомок Авраама, Христос по плоти. Именно в его семени, в семени Авраама, то есть во Христе будут благословляться все народы. То есть выйдет вера иудейская за пределы самой себя. Иудеи перестанут хвалиться тем, что они дети Авраама по плоти, потому что все люди земли благословятся во Христе в семени Авраамова. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса к вам первым, послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Когда они говорили, к народу к ним приступили священники, начальники стражи при храме Садукеи, задуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. А Садукеи это та секта иудейская, которая не признавала вообще, в принципе, воскресение из мертвых. Это была очень материалистичная секта внутри иудаизма. А именно апостолы проповедовали в первую очередь воскресение из мертвых Христа. Если Христос не воскрес, говорит апостол, то и вера наша тщетна. Воскресение вот в центре смысл жизни христианина. Потому что воскресший Христос становится воскресителем для каждого человека. Мы верим не просто в воскресшего Христа, а в том, что после Его воскрешения мы получаем возможность все воскресники из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же и слушавших Слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. Мы опять сталкиваемся с нереальной цифрой пять тысяч, тогда было три тысячи, пять тысяч. Дела апостолов больше, чем дела как бы Христа. Я пока не объясняю, оставляю этот момент без объяснения. Я просто обращаю ваше внимание на сам факт. На другой день собрались в Иерусалим начальники и историшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Анна и Александра и прочие из народа первосвященческого. То есть мы видим старых первосвященников, это те действующие лица, которые, собственно, и предали Христа на распятие. У них уже был опыт расправляться с невинным. Они отправили Христа на распятие. И люди кричали кровь его на нас и на детях наших. Так они зажгли эту неудержимую толпу безумием. Даже язычник Пилат говорил, я не нахожу всем человек человеке вины. Все человек, говорил Пилат, но они еще более не сего, но ворава. Отдай, освободи. И поставив их посреди, спрашивали, какую силой или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшим израильский, если от нас сегодня требует ответ в благодеянии человеку немощному, то есть хромому, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Вот о чем напоминает Анни и Каяфия апостол Петр. Он жил и может восставлять из болезни и смерти человека. Вы не смогли убить жизни, потому что он есть источник жизни. Он есть камень, пренебреженный вам сиждущими, но сделавшийся главой и угла. Эти слова мы можем обратить к себе каждый, потому что мы часто пытаемся строить свою жизнь на песке, без этого твердого камня, без этого основания, без креста. И когда мы строим свою жизнь, без камня, который был Христос, как говорит пророк, то наша жизнь начинает разрушаться, как разрушается здание, стоящее ненапрочным основанием. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым нагряжало бы нам спастись. И если кто-то говорит, ну есть же там Магомед, а может быть есть Будда, или еще кто-нибудь, то мы должны помнить, особенно те, которые крестившись в вере православной, когда им задаешь вопрос, а верите ли вы в Бога? и он отвечает, ну конечно же, я верю в космический разум, говорят, есть что-то надмирное, какой-то Бог, не какой-то Бог, а есть Бог, открывший себя человеку, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, и Сын воплотился, стал одним из нас, а значит в Его личности соединено Божественное и человеческое, мы приобщились к Богу через воплощенность Спасителя, и поэтому нет другого имени, чтобы человеку спастись, потому что если допустить абстрактность существования каких-то божеств, то ни одно Божество не воплощалось и ни одно Божество не проявляло столько любви к человеку, чтобы спуститься к человеку, умереть за человека и затем воскреснуть в той же плоти, в какую воплотился. Следовательно, Бог соединил себя навечно с человеком, не слитно и нераздельно. Видя смелость Петра и Анна и приметив, что они люди не книжные, простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, который не отходил, как нам известно, ничего не могли сказать вопреки. Несмотря на то, что первосвященники были ученые мужи, книжные, могли вступать в прения, но они ничего не могли сказать, потому что жизнь сильнее любых слов. И приказали им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми. И по всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой, запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более нежели Бога? Вы же учителя закона. Вы-то должны знать из Писания, что важнее, Божье или человеческое. Поэтому рассудите сами. Мы должны вам учать или говорить, зная истину. они же пригрозим, потому что другого-то ничего не могли сказать. Отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделало сие чудо исцеления. А Иерусалим-то был большой деревней по-нашему. И если сорок лет человеку, и он хромой был с детства и сидел у главных ворот, так все его знали. Поэтому никто не мог ничего сказать против. Уж слишком было очевидно дело, чудо, которое совершил апостол. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же выслушав единодушно возвысили голос к Богу и сказали «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего сказал Духом Святым, что мятутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его». Мы видим, и это будет как некой парадигмой, то есть неким образцом молитвы для апостолов. Они пытаются вспомнить всегда в своей молитве о том, что Бог был не только Спасителем, но и Творцом мира, о том, что все то, что в этом мире, это все было сотворено Богом. Они старались кратко, но вспомнить и о промыслителе Боге, который промышлял об этом мире, который Он сотворил по своей любви к человеку. И уже затем они говорили о том, что Он был Спасителем. Мятутся язычники, народы замышляют тщетное. восстали цари земные. Не случайно говорится о царях, не случайно говорится о князьях. Они собрались вместе на Господа и на Христа Его. То есть, как будто сильные мира только сего собрались восстать против Христа, а потому, что Христос учил другому. Он не поддерживал власть имущих в их стремлении власти. Он говорил «Царство моё, а значит и сила моя». Не от мира сего. А они ведь хотели, чтобы Христос такой чудотворец и Учитель популярный, чтобы Он поддержал именно их власть. поэтому они восстали против Христа и замышляли тщетное. Ибо поистине собрались в городе семь. А ведь город-то не просто, а город Иерусалим, святой город, буквально в переводе на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, и Понти, и Пилат с язычниками и народами израильства, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет мой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда, как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса и по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с герзновением. Когда поколебалось место, после этой молитвы это не было землетрясением всеобщим, это было ощущение Божьей силы в ответ на молитву собравшихся воедино апостолов. Господь сказал, что Он может поколебать оснований сильных мира сего и это укрепило молившихся еще более и говорили уже Слово Божие с герзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Вот удивительное дело иметь одно сердце и одну душу. Кто знает из нас что это такое? Мы только знаем о том, что это так прекрасно, когда двое уже не двое, а одно. Когда-то Спасителя спросили, а что такое Царство Божие? И Спаситель ответил, это где уже двое, не двое, а одно. Что может так соединить людей, чтобы двое перестали быть разделенными, а стали единым целым? Некоторые могут сказать, да гнев, конечно же, против кого-то. Когда кто-то дружит против кого-то. Мы видим, как объединялись в едином порыве, озлобленный на Христа и на учеников Его. Но это объединение, оно кратковременно. они не живут вместе, они только совершают в едином порыве какое-то единое дело. Часто даже говорят, то, на что не способен человек в одиночку, он способен в огромной толпе. Мы знаем эффект революции, когда люди собираются и подзадориваются своими лидерами, шаманами, и они уже превращаются в одну улюлюкающую толпу и готовы все смести на своем пути. Но стоит немножко этих людей просто вот изолировать друг от друга и они начинают терять единство, особенно, когда они чувствуют преимущество и силу на стороне своих оппонентов. А вот любящих людей невозможно разделить. никаким образом ни пространственно, ни страхом, ничем. Любовь будет только усиливать единство людей. Когда отнимают ребенка у матери, то это отнимание делает еще более единым ребенком ребенка и мать. Она будет чувствовать, что она его теряет и тем больше она будет его любить и привязывать своим сердцем и душой к нему. И вот когда мы читаем простые слова из деяний апостольских, что они имели одно сердце и одну душу, можно пройти мимо. Ну да, очень даже неплохо, когда люди имеют единодушие, единосердечие, единомыш, единомыслие. Но что это на самом деле ощутить как категорию жизни, вот это вожделенно для нашего сердца. И особенно это понятно становится тогда для человека, когда мы чувствуем разделенность в отношениях, которой не должно было быть в отношениях. Мы это называем разрезать по-живому. Вот когда что-то отрезается по-живому, то мы понимаем, как было хорошо, когда все это было вместе, в совокупности. когда мы имеем, то этого мы не ценим. Мы так говорим часто. А вот когда мы теряем, то мы начинаем плакать и страдать от того, что мы потеряли. вот пока человек имеет хорошее здоровье, он может все делать для того, чтобы свои почки или свою печень искалечить, испортить. но вот когда он начинает ее терять, когда ему по кускам ее начинает отрезать уже хирургически, тогда человек начинает вспоминать былые годы. Было-то хорошо, бегать я раньше мог, не ощущая ни печени, ни почек, а вот сейчас не могу. И вот так буквально все пронизано духом всеединства. Это проблема, которая очень беспокоила на самом деле и философы, и богословы. Всеединство, ведь все зависит от всего, как сказал один мыслитель. А действительно, ведь все в жизни зависит от всего. Но в нашей жизни все зависит от нас. Потому что мы творцы собственного счастья или же несчастья. И вот когда идет речь о том, что у множества уверовавших было одно сердце и одна душа, то идет речь о некой архитектуре, о неком созидании, строительстве того, чего раньше не было. если было, значит было время, когда этого не было. И благодаря кому это единство было создано? Кто смог создать это единство? церковь? Вот когда идет речь о природе церкви, то идет речь о чем? О том, что нам известно, что такое церковь, или о том, о чем нам еще неизвестно из того, что такое церковь. Вот что такое церковь, то, что нам известно. Понятное дело, это храм. И под куполом единого храма мы объединяемся все в едином молитвенном порыве, в едином мыслие, хоть на какое-то время. Потому что покинув порог церковного храма, мы опять осуетимся, опять будем увлечены в эту суетную жизнь, и опять будем делать то, что каждый делает по обычаю своей семьи или своей личной профессиональной жизни. Но в церкви мы слышим единые глаголы, единую молитву, предлагается нам единая чаша, из которой священник кормит всех. Есть такое слово окормление духовное, пастырь окормляет. Вот когда идет речь об покормлении, то идет речь не о том, что священник своим немощным словом кормит, а идет речь о том, что он выносит эту чашу, эту общую для всех пищу, и кормит с ложечки каждого приходящего к святому причастию. И благодаря тому, что мы кушаем одну пищу, мы становимся едиными. И эта пища является тело и кровь Христа. И мы становимся сотелесными Христу, сокровными Христу. У нас в едином сердечном порыве обращено наше обращение к голове. И этот голова Христос, а мы его тело. А тело здорово тогда, когда оно имеет некий единый жизненный процесс. Потому что, когда тело разобщено, значит, оно больно. А когда оно здорово тело, так оно подчинено всегда единой жизненной задачи. Если тело бежит, значит, в этом на данный момент жизненные задачи тела. Если оно работает, значит, оно работает. Если оно сидит и вкушает пищу, значит, оно вкушает пищу. А если тело бежит ногами, а при этом другие органы мешают это делать, сердце не выдерживает нагрузки от бега. Другие органы тоже мешают. И вот поэтому мы питаемся одной природой, которая делает нас единым целым. Это таинство Евхаристии, это плоть и кровь Христа. Мистически, таинственным образом мы становимся сопричастными к божественному естеству. И вот тогда наполняются наши умы и сердца и мыслями Божьими. Как апостол Павел говорит, мы должны иметь те же мысли и чувства никакие у Христа. И вот здесь в 23 стихе апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа и великая благодать была на всех их. То есть вот что делало единым целым. Единое сердце и одна душа. А если кто-то причащается стремиться к причастию, а кто-то не стремится к причастию, кто-то ленится, кто-то еще по каким-то причинам не участвует в таинстве, значит на то время, пока он не стремится к причастию, к таинству, он стоит и может совершенно быть безучастным к тому же богослужению. Когда человек готовится к принятию таинства причастия, это одно настроение, а когда он не готовится принять за богослужением таинство причастия, совершенно другое настроение. Нет единомыслия, есть только единоприсутствие. И конечно, когда мы будем говорить об истории Древней Церкви, то будет речь идти именно о евхаристическом собрании. То есть церковное собрание, это прежде всего евхаристическое собрание, которое в благодарности Богу изливает свою душу, потому что Господь дал возможность и в этот день причаститься хлеба насущного, то есть тела и крови Христа. Если мы обратим внимание на подлинники молитвы Отче Наш, то когда мы встречаемся с словом насущный, то там идет речь на греческом языке эпиусиос. Эпиусиос сверхсущий буквально. Но если на латыни это слово, то будет еще для нас более впечатлительно. Супер субстанциональный. Именно так звучит хлеб насущный. А разве обычный хлеб может быть супер? Нет, это не обычный хлеб, раз он супер. Даже не зная языка латинского, нам совершенно понятно, что это не обычный хлеб, не просто насущный. даже нам внес идет речь. То есть каждый день нам дай этот хлеб. Но если у нас не получается каждый день причащаться, так хотя бы стремиться к тому, чтобы ежевоскресно это делать. я здесь пропускаю о том, что у них было все общее и в чем эта общность мы говорили на прошлой лекции об этом. Поэтому я не буду сейчас повторяться. Потому что было пространно сказано в прошлый раз. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их и приносили цену проданного. Скажу только то, чем можно резюмировать прошлую речь о предмете частной собственности. Что Господь не требовал от человека всецело отдавать частную собственность. Но когда человек говорил о том, что он хочет быть совершенным, то тогда Господь говорил, но если ты этого хочешь, то тогда ты продай все, что ты имеешь. И вот то, что ты продал, отдай. Возьми крест свой, который я тебе дам, и следуй за мной. спастись, а до этого Господь говорит, если ты хочешь спастись, то ты не пожелай имущества чужого, то есть твое ты имей имущество, помните молодому человеку, он об этом говорил, и не пожелай жены ближнего, то есть не пожелай чужого только, а свое береги. но если ты хочешь стать на путь совершен, это путь другой. Но и опять-таки Господь понимает, что это не путь каждого человека, и говорит, могущему это вместить, да вместит, ну а если не может это вместить, значит не вместит. Не все могут стать на этот путь, но только те, кто могут, кто могут проявить некую отрешенность. И вот сейчас в пятой главе мы в прошлый раз ее прочитали в связи со второй главой, что муж именем Анания с женой своей Сапфирой, они продали свое имение, но часть утаили. И тогда апостол сказал, но разве не все ваше было, что вы принесли и часть проявили. Все ваше, но ты захотел солгать Духу Святому, потому что часть оставил для себя, сказав, что все принес в церковь. Ты мог бы принести часть и сказать, я часть продал, отдаю, а часть оставляю себе, но ты солгала. И вследствие этой лжи они упали замертво, как говорит нам дееписатель, евангелист Лука. Двенадцатый стих, руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Это важный момент. Значит, собирались они в притворе Соломоновом. Было единодушное собрание молитвы, и никто не смел пристать из посторонних. Следовательно, мы видим, как четко очерчиваются границы Церкви. То есть, Церковь это очень определенное понятие, а вернее сказать, определенный организм. Если Церковь называется телом, следовательно, тело имеет определенные границы, и если тело начинает перерастать само себя, то это уже определяется как болезнь, или ожирение, или метастазы, которые начинают перерастать телесные границы. Следовательно, тело это очень определенное понятие, определенная сущность. Я это говорю к тому, чтобы было четкое у нас понятие о том, что вне Церкви не бывает другой Церкви, потому что Церковь это тело Христа, и не может быть две Церкви, может быть единая Церковь, только единая, потому что тело у Христа одно, и никто не смел из посторонних пристать к Ним, только могли прославлять их, видя их жизни, их благочестие, единодушие. Верующих же более и более присоединялось к Господу. А ведь обратите внимание, как это важно. Мы видим в 14 стихе, что присоединяемся к Господу, да? И мы видим во 2 главе, в 47 стихе, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. То есть было прилагание Господа к Церкви, то есть Господь делает присоединение к Церкви. Затем мы видим в 41 стихе этой же главы, и так охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилась в тот день, душ около трех тысяч. К чему присоединилась? К Церкви. То есть к Церкви можно только присоединиться. Кто присоединяется к Церкви? Кто присоединяет к Церкви? Господь по человеческому произволению. Но присоединяясь к Церкви, мы видим из этой главы присоединяется к кому? Господь. Потому что Церковь это Его тело, а тело, оно всегда нераздельно по отношению к голове. это это очень важное определение, на которое всегда нужно обращать внимание, особенно когда приходится общаться с людьми, которые находятся вне Церкви, называя себя христианами. Потому что возможно быть христианином только в Церкви. Христианином нельзя быть вне Церкви и нельзя быть в одиночку. Множество мужчин и женщин. Так, чтобы носили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, дабы, хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Обратите внимание, на евангельских страницах тень Христа исцеляла кого-нибудь? Не было таких. А вот тень апостола Петра исцеляет. Опять идет речь о том, что апостолы верующего Христа больше сотворили самого Христа. Тень апостола Петра. Люди выходили своими больными и получали от тени апостола исцеления. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященники же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнили зависти. Вот она причина. И наложили руки свои опять на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и выведя их сказал идите и став в храме говорите народу все сии слова жизни. Они выслушав вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним придя созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых и послали в темницу привезти апостолов. Но служители придя не нашли в темнице и возвратившись донесли говоря темницу мы нашли запертую со всей предосторожностью и стражей стоящими перед дверями но отворив не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник начальники стражей и прочие первосвященники недоумевали что бы это значило. Пришел же некто и донес им говоря вот мужи которых вы заключили в темницу стоят в храме и учат народ. Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения потому что боялись народа чтобы не побили их камнями. Апостолов ангел провел сквозь стены как говорится отворив им двери но по-ангельски отворил при этом двери остались закрытыми и провел их с их телами через двери или через стены мы как-то помните изучая первые страницы Библии в Ветхом Завете мы говорили о том что самая большая скорость это скорость света но еще быстрее скорости света это скорость мысли но мысли в каком-то смысле тоже является некой скоростью света она тоже светоносна конечно она омрачается много может молитва праведного потому что молитва праведного это особая проявление светоносности ума и мало может молитва грешный человек и вот представьте себе что некий некую щель делает ангел в физической стене он светоносный для него не существует он быстрее любых процессов ведь мы только смотрим камень да вот кажется все очень статично стена мы не замечаем той динамики которая есть внутри самого камня то есть на элементарном уровне на уровне элементарных частиц там происходит движение но быстрее этого движения движение ангела светоносного ангела и вот он может проходить сквозь любые физические плотности и вот проходя сквозь эту физическую плотность он может проводить собой и людей которые еще не имеют преображенного воскресением тела как у Христа то есть мы здесь имеем дело с непреображенными телами апостолов которые прошли слух стены прошли с помощью ангелов маленькую дорожку на время не на постоянное что что скорее нет скорее скорее он преобразил как бы саму плотность материи через которую смогли пройти некие метаморфозы произошли внутри самой материи выражаясь уже в наш аналитический век аналитическим языком то есть происходят через прикосновение ангельских сил к этой материи происходит преображение с самой материи а ведь мы знаем множество чудес которые происходят в этом мире а ведь взять благодатный огонь который сходит уже перестал быть чудом для современного человека потому что мы постоянно смотрим прямую трансляцию с Иерусалима схождение в реальном времени видим только не ощущаем и что мы видим мы видим схождение огня который не опаляет первые секунды пока он не материализовался пока небесное не стало земным не воплотилось до конца и люди которые купаются в этом пламени огня не получают ожогов а наоборот этот огонь способен исцелять раны исцелять от болезни другое качество огня непостижимое для нашего ума но является наявляющимся фактом в нашей земной истории из колонны и вот они боялись народа приведя же их поставили в синедрионе и спросил их первосвящение говоря не запрети ли мы вам накрепко учить о имени всем и вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека того человека их даже обжигает имя Христа того человека конечно конечно Петр же апостол и в ответ сказали должно повиноваться больше Бога они вновь повторяют то о чем они говорили неуж нежели человеком Бог Отцов наших воскресил Иисуса которого вы умертвили повесил на дреле вновь повторяют то же самое его возвысил Бог десницу и Своей начальника начальника и Спасителя дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов когда идет вот когда вы встречаете слово начальника то понятное дело не нужно воспринимать его как начальника как должность а начальник как антологическое состояние бытия то есть он является началом всего и вся и Спасителя дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов свидетели ему всем мы и Дух Святый то есть Дух Святый тоже свидетель мы свидетели и Дух Святой свидетель которого Бог дал повинующимся ему только повинующиеся могут принять силу Божию от Духа Святого сошедшего в этот мир для того чтобы зажечь потухшие сердца и души человеческие вы помните когда сошел Дух Святой на апостолов то как некий пламень огня возгорелся над апостолами как будто свечи загорелись эти потухшие или не горевшие души апостолов и здесь очень созвучны слова Гиппократа который возгласил как некий принцип медицинской деятельности слова взяв за символ медицинской деятельности свечу горящую служа другим сгораю сам Элисен Сервенде и Псеконсуму служа другим сгораю сам невозможно светить другим не сгорая при этом самому иногда люди очень слишком экономят себя и говорят ну как это я не смогу но где человек снимает эти инстанции контроля над своими силами как Брежнев сказал экономия должна быть экономной это не про христианин он где-то должен немножко сгорать и свечи которые горят в храме они должны напоминать нам о том что мы как свечи и есть свечи разные есть свечи которые сгорают быстро и жизнь заканчивается быстро есть свечи которые горят дольше есть свечи которые коптят хотя и горят очень долго тоже дают какое-то пламя а есть свечи которые горят очень ярко но быстро сгорают так и жизнь людей она очень разнообразна И поэтому нельзя сравнивать одного человека с другим человеком, потому что мы все разные. Но единственное, что нас объединяет, это Христос. Потому что Он – основание нашей жизни. И нет другого основания. И нет другого имени, которое могло бы объединить нас. И только повинующиеся Ему, они являются свидетелями Христа. Слышав это, они разрывались от гнева, даже такое эмоциональное слово описывает их состояние души, и умышляли умертвить их. Вставший в Синедрионе некто фарисей именем Гамалию, это один из интеллектуалов того времени, который очень хорошо знал закон Божий, закон Моисея. Он станет впоследствии учеником своего ученика, апостола Павла. Гамалиил был учителем апостола Павла. Он был лучшим учителем закона того времени в Иерусалиме, в столице Иудейства. Законучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время для совещания. Им сказал мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго прийти им явился Февда. Афевда был самозванцем, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Здесь он говорит о 400 почитателях, а здесь исчисляется уже тысячами за короткое время. Но он был убит, и все, которые слушали с его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин. И увлек за собою довольно народа, но он погиб. И все, которые слушались его, тоже рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело, ибо если это предприятие от людей, от человеков, то оно разрушится. На примере Февды и Иуды Галилеи. А если от Бога, то вы не можете разрушить Его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться Богопротивниками. Вот мудрые слова. И вот сейчас, особенно когда мы смотрим ретроспективно на историю, двухтысячелетнюю историю Церкви, что мы видим? Огромное количество противников Церкви, которые всеми силами своими пытались уничтожить на разных уровнях. Кто-то на уровне гностицизма, это первые заболевания, которые стали проникать внутрь Церкви, гностицизма. Это очень странное явление вообще в истории мысли, когда, начитавшись Евангелие, язычники пытались изложить в оккультном осмыслении Евангелия. Их особенно интересовали какие-то незаконченные мысли Евангелия. Особенно, когда шла речь о каких-то вещах, которые были, ну, не столько двусмысленны, сколько можно было бы поставить многоточие для дальнейших размышлений, что было известно для предания, но не все было записано в Писании. И вот эти мысли, при несказать мысли с многоточием, предложения с многоточием, превращались в целые апокрифические Евангелия. К примеру, Евангелие там от Фомы и так далее, и так далее. эти лжеблаговестия были отвергнуты Церковью, потому что там не было той смиренной евангельской апостольской мысли, которая была присуща текстам Священного Писания. Затем появились после гностиков гонители на Церковь, которых внешне хотели уничтожить Церковь. Язычество, которое было при власти, имело огромную силу уничтожать, растоптать физически, и это тоже не могло истребить Церковь. И Тертулиан сказал, что кровь христиан, кровь мучеников, простите, это семя для Церкви. Чем больше было мучеников за Христа, тем интенсивнее распространялась и жила Церковь Христова. Затем соблазн властью, когда пришел Константин Великий, который легализировал Церковь в государстве, это тоже было огромным соблазном, мы об этом будем в свое время говорить, но сейчас только скажу, что было множество попыток уничтожить Церковь, и недавнее желание уничтожить Церковь, это эпоха безбожия атеизма воинствующего, не просто атеизма, как мышление безбожного, а воинствующего, когда пытались уничтожить само имя Христа. Помните, Хрущев говорил, что он покажет по телевизору последнего Папа. И вот по иронии судьбы, что называется, интересно очень получилось. Однажды пригласили блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины на выставку, посвященную Хрущеву, а пригласил его сын Хрущева. И там в фотографиях эта выставка была. И была фотография, где было написано, что эту фотографию священника покажут последнего по телевидению, как вот такой уже, скажем так, выживающий из жизни экземпляр. И вот что интересно, когда блаженнейший присмотрелся на эту фотографию, то он узнал там себя на этой фотографии. И получается, что того, кого хотели как будто показать, оказался предстоятелем украинской православной церкви. Вот такая вот ирония над атеизмом умирающим или умершим. Умершим как идеологией, но не умершим как способом мышления. разрушить И вот разрушить церковь это попытаться разрушить то, что, как говорит он, создал Бог Гамалеем. То есть помните, мы говорили на прошлой лекции о том, что то, что создавали Лютер и прочие протестанты и так далее, это то, что создавали люди. Можно это разрушить? Да, конечно же можно. И мы видим, как оно разрушается. Единственное пространство, где церковь жива, где храмы не закрываются, а наоборот строятся и открываются, это только православный церк. Посмотрите, что происходит в Европе и в Соединенных Штатах. закрываются повально храмы, кирки, костелы, продаются эти кирки и костелы просто коммерческим каким-то структурам или персонам, и там устраиваются рестораны и так далее. У нас насильно отнимали церкви и превращали их в места постыдные, а там сама церковь продает, католическая, и лютеранская, и англиканская, ну то есть протестантские уже сейчас не будут перечислять. Они продают, потому что, говорят, прихожане не ходят, некому ходить. О чем это говорит? О том, что то, что было создано людьми, и обратите внимание, даже в исторической плоскости, православная церковь была создана Богом 2000 лет тому назад, и она жива. А католики когда появились, католическая церковь? В 11 веке. А протестанты когда появились? В 16 веке, так вот они и погибают. И вот когда говорят на Западе о том, что, ну вот смотрите, что творится, это же в интернете сейчас можете все прочитать. И вот замечательно отметил эту деталь митрополит Иларион Алфеев. Он очень хорошо знаком с жизнью Западной церкви, сейчас он возглавляет отдел внешнецерковных связей, он очень тесно работал на Западе, учился на Западе, он закончил там вузы, экспорт и так далее, и так далее. И вот это человек, который хорошо одним словом знает Запад. И он свидетельствует и говорит Западу. Вы знаете, не надо говорить за всех. У нас православная церковь в России. Обратите внимание, что строится храм. И люди идут в эти храмы. Это одно. А второй момент. Единственное, значит, что развивается сейчас на Западе, это опять-таки православные храмы. То есть строятся православные храмы в Европе. Появляется все больше и больше приходов на Западе. У нас появляются новые епархии на Западе. Вот недавно появилась должен вас как бы проинформировать. Епархия во Франции называется Кафская. Кафа это Феодосия. Дело в том, что на Западе мы берем, когда наши открываются новые какие-то в Европе кафедры, то чтобы не вступать в конфликт с католиками или там англиканами, лютеранами, мы не называем именами епископов наших. Значит, например, там лондонский или парижский. А берем имена древних кафедр. Вот на сегодняшний день уже в Европе четыре крымских кафедра. Керченский епископ, он является векарным епископом епископа лондонского, который носит титул Сурожский. Сурож, это Сурож, вы знаете, Судак сегодняшний. Потом, это уже два, в Англии Сурожский и Керченский. Затем во Франции Корсунский, то есть Корсунь и Херсонес это одно название, и Кавский это Феодосия, это в Париже. Корсунский и его векарь, векарий Кавский. Вот. То есть, получается, у нас растет православное присутствие, православная церковь на Западе. Ну и основными апостолами на сегодняшний день на Западе являются женщины, которые вступают в брак и с католиками и протестантами. Ну и понятное дело, что они начинают своих просвещать. Вот. Потому что когда женщина оказывается на Западе, то она начинает вспоминать о том, что ж такого родного и близкого есть на этом Западе, чтобы можно было прийти к себе домой. И даже если она была не церковным человеком, когда жила на родине, оказавшись на Западе, она понимает, что это церковь. Потому что когда она приходит в какой-нибудь русский клуб, то там, ну, значит, что в русском клубе? Значит, надо напиться и забыться. Вот. Ну и может там какие-то культурные программы Пушкина там вспомнить, вот, или Достоевского, ну и не больше. А когда в православную церковь приходит, то есть ощущение жизни. Там присутствуют все возраста. Во-первых, и ребенка можно туда привезти, потому что и взрослые, и дети все в церкви есть. И вот когда человек, наши женщины начинают приобщаться, конечно, дух неофитства, вот, во-первых, это горение такое вот, скажем, начальное, и они начинают просвещать своих католиков, мужей, или протестантов. И вот начинают разрастаться приходы наши за счет женщин православных, вот, русских, ну и мужчин, так сказать, немцев там, или, значит, итальянцев. Так что вот такая, такова на сегодняшний день, сегодня реальность. Так что наступил век апостольский для наших женщин на Западе. «Они послушались Его, в смысле не женщины, а здесь я уже продолжаю, 40 стих, и призвав апостолов, били их, и запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их». Это единственное, что они могли сделать. Возместив в своей гневе злобу, отпустили все-таки. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, то есть апостолы, за имя, Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». То есть мы видим, что как реагируют на бесчестие за имя Христа апостолы, с радостью. Вот это очень важный момент. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Это один из моментов. Дело в том, что здесь я сразу же могу вам как бы для информации сказать, что существует такой чин святых, как мученики и страстотерпосты. Мученики – это те люди, которые страдают от гонителей за имя Христа. То есть настолько ненависть поглощает гонителей, что они именно видят в свидетелях Христа, самого Христа. и поэтому они убивают или мучают христиан как самого Христа. И поэтому эти люди называются мучениками или на греческом языке мартирус, что в переводе буквально не мученик на наш язык, а свидетель. То есть если вы увидите на греческих иконах, то там будет мученик, например, Георгий, великомученик Георгий, там будет Мегайло Мартис, то есть Великий Свидетель буквально в переводе. И это те, которые приняли, как я уже сказал, как значит за самого Христа. А есть страстотерпцы. Вот страстотерпцы, в частности царская семья, они не мученики. Нельзя к ним как мученикам обращаться. Иначе если как бы дело коснется каких-то вот скажем разбирательств, то мы можем оказаться в такой достаточно двусмысленной ситуации. Дело в том, что они пострадали не за имя Христова, но они пострадали как Христос, невинно. То есть они претерпели страсти, то есть страдания в переводе славянского на русский язык. Они претерпели страдания невинно как сам Христос. Поэтому одно дело как Христос невинно, а другое дело за Христа. Понятно? То есть вот здесь мы должны четко различать вот эти моменты. Потому что Борис и Глеб, братья, они не мученики, не за Христа. Они просто невинно как Христос пострадали. что они страстотерпцы, первые страстотерпцы. Нужно заметить, что даже это только присущ русской агеологии, то есть учения святости, чин святых страстотерпцы. Греческая православная церковь и вообще Вселенская православная церковь не знает такого чина. Ну, видимо, потому что не было таких как бы канонизированных святых. И слово А, простите. Так, у нас еще есть полчаса точно. Так. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов. Эллинисты это евреи, которые жили за пределами иудеи. То есть, они были немного эллинизированы, то есть, грекофицированы, скажем так. То есть, у них было, скажем, иудейское происхождение, но ментальность все-таки была уже больше языческой. Поэтому иудеи, которые жили в Иудее, не совсем их признавали. Считали как бы иудея второго сорта. Да, ну, еще иллинистами назывались те, значит, язычники, принявшие иудаинцы. Ропотно евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. то есть, даже, видите, среди даже христиан вот это, понимаете, было такое, понимаете, вот дух вот этот, они другого, второго сорта, понимаете. и поэтому пренебрегаемы были, значит, вдовицы от, значит, эллинистов, то есть, эллинистов, скажем так. тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, то есть, видите, не все так безоблачно, люди остаются людьми. Это, помните, о Булгакова, Волод, когда устроил представление в театре, помните, когда червонцы там разлетались, и все взапали, понимаете, хватали эти червонцы, и Воланд так, знаете, сверху вниз, вот, но они всего лишь люди. Насколько было унижено именно достоинство человека, они всего лишь люди. И вот, понимаете, вот люди, даже если он стал христианином, он остается человеком. То есть, так много человеческого внутри, так много, понимаете, по-человечески мы еще делаем. То есть, не растворились полностью в святости. Поэтому всегда, мы даже, если идет речь о святых людях, то не идет речь о безгрешности. Святой, это не тождественно безгрешен. Ни в коем случае нельзя так понимать святость. Безгрешен только один Бог. Всякий человек, самый святой, он грешен. Но единственное, что этот человек, если сравним опять аналогию со свечой, то то, что он не экономил себя для Бога. Он старался всеми силами жить для Бога. Он горел и освящал. Как, помните, сказал Спаситель, азь есмь свет миру. Да. А потом он сказал, вы свет миру. Почему? Потому что вы зажглись от моей благодати. и сейчас вы уже свечи, горящие во тьме. Светите же. И кто-то не экономил себя, светя другим. Сгорал сам. А кто-то постоянно пытался сэкономить себя. Ну, как это тогда? Слишком могу быстро сгореть. И вот тогда двенадцать апостолов со звавом множеством учеников сказали «Нехорошо нам оставив Слово Божие пищися в столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных исполнений Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». То есть мы видим, что раньше апостолы занимались этим. И слишком много сил указало на это. И вот здесь мы увидим еще другую динаму. Церковь впоследствии запретит эти общие трапезы. Поначалу они в раннехристианской церкви назывались Агапы. Агапау греческое слово, глагол греческий «люблю». Казалось бы, вечерю любви это так прекрасно, но на этих вечерях любви начались балаганы. Собрались в начале пока друг друга не знают. Все было одно. А потом немножко расслабились, а потом не немножко расслабились, а потом и вина принесли лишнее, как и среди нас бывает. в начале где-то так, а потом совсем расслабились, и потом уже забывают, что в храме Божьем, а потом еще хуже забыли, что ради чего они собрались, и кто их объединил. И вот эти вечери любви стали запрещаться, и в конец совсем запретились. И акцент был сделан на том, чтобы у каждого частная собственность. И только сохранились вечери любви, так называем монастырские трапезы у монахов. То есть для того, чтобы иметь общую трапезу, для этого нужно от многого отречься, а именно они дают три основных обета монахи. Первое безбрачие, потому что жена будет говорить, слушай, или муж, знаете, как за трапезой, а ну покушай, а то завтра у нас нечего кушать. Будет утром. Поэтому кушай побольше. И вот начинаются разговорчики, обычные человеческие разговоры. Безбрачие. Первое, чтобы он знал, что трапеза будет общая и завтра, и послезавтра, и всего не съешь. Безбрачие. Второе, не стяжали. Это значит, что никто не имел иметь своего что, чего-либо отрекается, входя в братство монашеское и послушать игумену. Все, один у тебя отец наставник, игумен, все, слушайся только его. А то, что братья говорят, нет, не надо слушать. Вот, нет, можно прислушаться, конечно, если он что-то мудрое говорит, но если игумен говорит другой, значит, слушайся игумену. Вот это очень и очень важно понять. То есть, только на условиях отречения может быть общая трапеза ежедневная. А нет, значит, не будет этого, потому что будут разговоры, балаган, и все то, что недопустимо. И вот началось, вот, они уже начали замечать, что больше, значит, про Иерусалимленок думают, чем про, значит, эллинисток, понимаете, которые где-то откуда-то там, вот, и так далее. То есть, много стало проблем. А апостолы стали думать о том, чтобы более проповедовать и духовно огормлять. И угодно было это предложение всему собранию, потому что, видимо, уже все напушились. То есть, так скажем, эйфория прошла. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. И вот интересная деталь. Дело в том, что церковь, она, понимаете, имеет уникальную память, вечную память. Помните, мы часто говорим вечная память. Так вот, вечная память церкви не сохранила имя Николая Антиохийца. Если все эти перечисленные диаконы, они в святцах нашей церкви, а вот Николая Антиохийца нет. Хотя, по первому взгляду, он был достаточно благочестивый муж и имел Святого Духа, исполнен Святого Духа был, как нам говорит здесь писатель. Но тогда муж из язычника? Нет. Из язычника много? Конечно. Нет, нет, нет. Видимо, не удержался он в той духовной жизни, в которой он должен был удержаться. А Иуда, он ведь тоже не удержался, а был так близок ко спасению, потому что мог видеть и слышать самого Христа Сына Божия. Это не значит быть вот сейчас в каком-то положении и сохранить это положение до конца. Вот мы видим в данном случае из данного примера. Их поставили перед апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки. И вот здесь очень важный момент. Это называется первый случай из Хиротонии. Хиротония Хиротония это Хирос, Хиромантия. Слышали такое слово, да? Вот это плохая такая вещь, вот, когда по руке начинает определять человеческую судьбу. Вот, Хирос рука. Вот. И в данном случае Хиротония это рукоположение через руки апостолами во диакона этих мужей благочестивых. То есть, Дух Святой могли преподавать только те, которые имели святительский сад, а святительский сад имели только апостолы. Это значит, что только их преемники и епископы могут рукополагать во священников и диакона. Вот, например, я могу все таинства церкви совершать. Их у нас семь таинств церкви. Кроме одного Хиротония рукоположения во священника или во диакона. Епископ отличается тем, что он может совершать седьмое таинство. Таинство именно рукоположения во иереи или диакона или епископа. И вот здесь мы видим первое рукоположение. Они преподали благодать Святого Духа через совершение определенных молитв именно этим мужам для того, чтобы они были диаконами. Диакон в переводе помощник. То есть они стали помощниками в этом деле. Но кроме этого они еще и проповедниками были. Сам диакон по своему служению он не может совершать ни одного таинства без священника. Он только помощник священника. То есть если диакон служит, он не может служить вместо меня священника. Он только может служить вместе со священником. То есть помогать. Но это как бы детали, которые интересны. Я буду рассказывать об отличиях. Ну это будет потом. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. В Иерусалиме и священников очень многие покорили северие. И священников имеется ввиду иудейских священников. А Стефан исполненный верой и силой совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, александрийцев и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном. Вот здесь нужно отметить, что вот эти либертинцы, значит, киринейцы и так далее, александрийцы, на территории Иерусалима было достаточно много представителей иудеев, которые жили когда-то в Александрии, когда-то в Риме. Вот римские иудеи, которые жили на территории Иерусалима, они назывались либертинцами. Вот. Либертас в переводе свобода. Так вот, когда они получили освобождение от римлян, потому что они находились какое-то время в Риме, как рабы некоторые иудеи. Вот. Они получили свободу, вот, и когда они приехали в Иерусалим, то они уже были не совсем своими, потому что они уже как бы нахватались того ясничества, значит, которым жил Рим. И поэтому им сказали, нет, вот, ребят, конечно, вы наши, вот, но в то же время молитесь там, вот, отдельно. Вот. И точно так же александрийцы, вот, они жили в таком просвещенном месте, как Александрия, столица интеллектуалов была того времени. Они тоже как бы были, скажем так, иудеи с языческим взглядом, вот, и эскиликии и так далее. То есть у них были свои синагоги со своими особенностями совершения молитв, богослужения и так далее, но в рамках законного иудаизма. И вот они начали состязаться со Стефаном, то есть прения вступали по вере, то есть богословские диалоги, диспуты, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. То есть мудрость была духовная у него, сила духа, как апостол скажет позже, сила моя, мои проповеди, не в красноречивых словах человеческой мудрости, а в явлении силы и духа. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил кульные слова на Моисея и на Бога, ну, прочие, и возбудили народы, старейшины, книжников, и на Пав схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, как тогда, помните, против Христа, которые говорили, этот человек не перестает говорить кульные слова на святое место сие и на закон. То есть, помните, те же, по сути, аргументы, когда говорили, что он сказал, что этот храм разрушит и в три дня воссоздаст, и вот на место сие, то есть на дом Господень, Иерусалимский храм, и на закон, ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал на Моисей, хотя Спаситель сказал, что я не пришел разрушить закон, но исполнить его. Иначе, если бы он пришел разрушить закон, то был бы вообще смысл в законе, но ведь закон давал он через Моисея, правда, по жестокосердию, человеческому Моисей давал определенные заповеди человеческому, жестокосердию. И вот он не говорил такого, и апостолы не говорили такого, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Он преобразился. То есть, та сила благодатная, которая была в Стефане, она преобразила его. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья, отцы, послушайте, Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотании. Сейчас я не буду вот эту целую голову пересказывать, потому что здесь идет его проповедь диакона Стефана от Авраама. Он конспективно пересказывает буквально все Священное Писание Ветхого Завета и подводит их к тому, что Христос является целью всего Ветхого Завета. И далее он говорит о храме. в конце «Вы принялись скинью Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им». Помните, когда тельца они злояли в пустыне египетской. Он цитирует пророка. «И я переселю вас далее Вавилона». Это 43 стих, 44 сейчас читаю, 7 главы. «Скинь я свидетельство была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисей сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом взяв ее, внесли во владение народом, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Всей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Как говорит пророк, «Небо престол мой, и земля подложи ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие». И вот здесь возникает проблема, богословская проблема храма. Что такое храм? С одной стороны, для нас, для верующих людей, все решено. Ну, храм, это понятно. Вот стены храма, это и есть храм. И мы не ошибемся, когда мы будем говорить таким образом. Но если мы будем ограничивать свои знания храма только этим знанием, то, конечно, оно будет недостаточно, упрощенным. кто не ощущал себя особенно где-то на берегу морском, в горах, в лесу, как в храме. Более того, иногда человек может сказать, что там молитва становится еще более какой-то открытой и от всего сердца, и от всей души. А потому что все это создал Бог, ко всему этому прикоснулось деснице Его, а значит, мы, по сути, живем в храме. Но возникает несколько сложных моментов. А давайте перенесем свое сознание в мир, прогресса, в мир науки. Представьте себе, неоновые огни, гремит музыка, прогресс науки не дает нам спать колеса, шум, машины и так далее. Все это ведь происходит под тем же куполом неба, на той же земле, которая является подножим ног Его. Но почему-то нет ощущения храма. мы говорили о том, что люди неоднократно из страниц Писания говорили Богу, уйди от нас. А мир прогресса, это ли не тот мир, откуда изгоняет человек своего Бога, Творца? Он готов остаться на берегу пасти своих свиней и свинолюбивый народ. Он готов отстаться совсем и сказать при этом Христос, уйди от нас. Изгоняют из образования, политики, то уже о чем мы говорили, я не стану опять повторяться. А раз изгнали люди из этого мира Бога, то может ли храм быть без Бога храмом? Да не может, конечно же, потому что храм там, где Бог, там, где присутствие Бога. Но скажете вы, куда пойду от Духа Твоего, как царь Давид, на небо поднимусь, и ты там еси, во ад спущусь, и там ты еси, да и в аду тоже Бог, и в этом мире тоже Бог, в мире прогресса, в мире двойных стандартов, но здесь Бог не освещает Своей благодатью, а потому что нет вот этих рук, которые так вот складываются и просят «Господи, благослови!» И поэтому здесь, если и есть присутствие благодати, то это присутствие благодати выражается, как выражается оно в аду, в аду адский огонь, это не искусственный огонь, который Господь создал для того, чтобы человек мучился грешный там, а там божественная благодать, которая горит огнем своим, но она там пожигает, а не просвещает. И здесь тоже, когда думают о Боге, но говорят, нет-нет, помните, как грешники говорят, но я понимаю, о Боге мы поговорим через 30 лет, когда я уйду на пенсию, а сейчас не трогайте меня. То есть пожигают слова, не до смерти нельзя говорить, да вы что, как можно говорить о смерти? Смерть это конец моим планам, но раз конец моим планам, значит и конец моим мыслям, действительно, отымешь дух твой, Господи, и в перст возвратятся. В той день погибнут все помышления человека с моментом смерти, а человек не хочет, чтобы его помышления погибли, он хочет дать жизнь своим помышлениям. И может ли напоминать это место под куполом неба храм? Это вот как в те времена безбожие, когда в храмах земных, обычных, которые мы выстроили своими руками, заполняли люди тоже своим присутствием, но там они танцевали, там они водку пили, там под гармошку и сигареты, и под семечки танцевали и возглашали «нет Бога» тоже храм, но он переставал быть храмом в каком-то смысле, потому что там не было освящающего присутствия Бога. И вот когда идет речь о храме, то идет прежде всего об освящающем присутствии Бога. И когда мы оказываемся в этой первозданной как будто нетронутости, когда ничто человеческое не омрачает наше единство с Богом, тогда мы ощущаем, как Бог освящает и просвещает темные уголки нашей души и нашего сознания. И тогда мы поистину говорим «Бог везде». А храм — это место, куда люди изгнали Бога. «Господи!» Мы верим, конечно, в Тебя, потому что сам сатана верит в Бога, как говорит апостол, и боится даже Бога, но воли не исполняет. Так и грешники верят в Бога, боятся Его, но поживи ты, Господи, в своем храме. Вот я тебе построю храм, и за пределы этого храма не выходи. Конечно, я иногда буду обращаться к тебе, но чтобы ты помог мне в моем бизнесе. И не больше. Вот вся философия сегодняшнего храмоздательства. А когда апостол Павел говорит о том, что тела ваши, суть храма, храмы Духа Святого, но это уж совсем вызывает бурю, возмущение. Как мое тело храм? Это что, мне нельзя любить чужих женщин? Мне что, водки нельзя пить? Да нет, такого Бога я пока не буду верить. Ну, когда, значит, предлагается, чтобы храм тела было, ну как, что это за Бог такой, значит, никак не понимающий немощи человеческих и слабостей? Ведь мне нравится соседка, значит, если нравится, значит, можно. Помните, как принцип основной жизни мирского бытия? если очень хочется, то можно. Так ты, Господи, мне запрещай жить, и хочешь, чтобы и я еще стал храмом? Ну, это совсем безумие для меня. Вот принять здание, как храм, пожалуйста, мы даже построим тебе, Господи, храм. Сейчас много меценатов, любят строить храмы. Видите, какой храм Христа Спасителя построили? Это, чтобы больше у него территории было, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы не вмешивался в нашу жизнь. А раньше мы немножко по-другому. Раньше Москва была без храмов Христа Спасителя, потому что храм Христа Спасителя с точки зрения экклезиологии, учения о церкви, это ересь. Восемнадцатом веке? Нет, дело даже не восемнадцатом, нет, он был построен гораздо позже. Дело не в этом. Дело в том, что большой храм, он считается неким модернизмом, модернизмом для сознания, именно, вот, сознания вот этого церковного. Раньше Москва было сорок сороков. То есть, раньше было множество маленьких приходиков. Почему? Потому что кто был в Храме Христа Спасителя, он понимает, что он просто находится в каком-то, ну, огромном, просто спортзале, понимаете? То есть, священие, конечно, не может видеть свою паству, и паства не может видеть своего священника. Паства маленький священник. Очень маленький. Конечно, а с таким маленьким священником запросто можно поспорить. А вот когда он такой вот сидит, понимаете, тут, понимаете, совершенно другое отношение. С ним паства. Да, нет, понимаете? Так вот, понимаете, Храм Христа Спасителя, это, понимаете, то, что может вызывать вот чувство гордости за русскую православную церковь. Надо же, у нас такой же храм огромный, как у католиков собор Святого Петра, вот, огромный. А вот кто пытался молиться в этом храме? Невозможно. Во-первых, какие-то, понимаете, стоят вот эти турникеты, туда нужно проходить, там, понимаете, пик-пик, значит, а что-то ты железное пронес туда, потом какие-то там люди, понимаете, какие-то экскурсоводы, какие-то, понимаете, батюшка где-то одну службу служит там, здесь разговаривает о чем-то другом, третьем. Совершенно верно, это абсолютное, это абсолютный нонсенс с точки зрения именно экклезиологии, учения о церкви. В Москве, еще раз говорю, было 40-40, посчитайте, сколько 40-40, сколько храмов. А Москва-то маленькая была тогда. Это значит, что приходики маленькие были. Это была возможность общения живое. Вот все согревались, что называется, теплом друг друга, понимаете? Знаете, он храм-то строился после 12-го года, и он сохранился такой же, как он сейчас. Когда он строил? Нет, сейчас он больше. Он больше, почему? Потому что еще нижняя часть огромная была достроена. Это просто, это какой-то дворец съездов скорее, понимаете? Ну, если нахрана он с Александром Героев, как памятник победы Григо-Отечественной войны, не публика в финансировании. Нет, 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 я не знаю. И там абсолютно все расписаны. Я все прекрасно понимаю. Все прекрасно понимаю. Памятник, музей. Прекрасно. Ну, конечно, какой можно еще... интересно, вот понимаете, вот, пожалуйста, давайте вот посмотрим в Священном Писании, вот в Священном Писании, значит, где храм должен быть памятником или музеем. Знаете, вообще музей, вот, это вообще античное слово, значит, это дом Мусы. Дом Мусы. Понимаете, это вот, а Мусы собирались, понимаете, там, скажем, со всего Египта, понимаете, как, вот как именно, как экспонат. Понимаете, но если мы будем, значит, строить храм-памятник, то в результате мы построим, понимаете, надгробие, понимаете, над могилой церкви. Это как в Союзе было. Вот смотрите, в Петербурге, с собой, что они сделали так, там венчали все и все и все и все они сделали памятник. Там экскурсии были, не, это понятно, это уже потом было, но до этого, понимаете, Исаакий, понимаете, Казанский, это же невозможно, понимаете, зайдешь, это же огромные храмы Казанский Исаакий. Это, понимаете, совершенно, это такое пространство, понимаете, в котором человек не может, понимаете, чувствовать себя в молитве. Нет, служба, таинство, действительно, никто не спорит с этим. Понимаете, да, но идет речь прежде всего именно о церкви, как о единодушии. Понимаете, вот прихожане, кто такие прихожане? Вот вы знаете, что это прихожане, а вот вы знаете, что это захожане пришли. И, конечно, реакции бывают разные на захожан. Кто-то начинает, вот пришли, понимаете, кто-то еще там что-то, а что же на себя такое дело, раз в храм так можно ходить? Понимаете, и начинается размышление, различные размышления. Скорее, конечно, размышления для исповеди, чем, понимаете, такие должны быть размышления. Но я просто как факт сам. А там, понимаете, там нет, и хорошие, вот прихожане, вот мы порадовались, вот пришла, слава Богу, значит, моя сестричка там и так далее. – Да. А там прихода нет, там понятия прихода нет, а именно приход, понимаете? То есть часть церкви это приход. Это, понимаете, это вот пасты, понимаете, и его паства. А там нет, понимаете, во-первых, только по той причине не может быть пасты. Потому что там, понимаете, скажем, 30 священников для обслуживания этого собора. И там вот такое, понимаете. Нет, слава Богу, никто не говорит, я не спорю, понимаете, то, что есть, то есть. Но с точки зрения, понимаете, именно мысли, церковной мысли, это не должно было быть, это цари строили для своего величия. Почему многие вообще, епископат, вообще многие христиане, они всегда сокрушались, если сейчас говорят, монархию там возрождать будем, а что такое монархия? Это не свобода церкви по отношению к государству. Это, понимаете, это самые трагичные страницы из жизни церкви. И когда говорят монарха сюда, да это полное заблуждение. Это не нормально. Понимаете, люди многие плакали от того, что, понимаете, цари стоят у власти. А, значит, цари в результате делали департаментом церкви, понимаете. Что было, значит, при Петре? Это был ужас, понимаете. И когда царь говорит, ну слушай, Владыка, ну давай вот это, понимаешь, сделаем. То есть, получается, он, понимаете, он надавил на епископа. Владыка, значит, тоже человек, понимаете, и все. А так церковь должна быть, понимаете, свободна от, понимаете, государства. А знаете почему? А потому что церковь это совесть государства и народа. А если, значит, совесть не будет свободна по отношению к своему делу, к механизмам, которые, вот, например, к механизму пищеварения. Совесть будет связана с механизмом пищеварения или половым, так сказать, инстинктом. И что тогда, это совесть будет или нет, скажите мне, пожалуйста. Это уже не совесть. Совесть, это когда она может сказать, знаешь, что сейчас не вовремя. Или, значит, только кушать нельзя Бога. Понимаете? А если церковь не имеет свободы сказать, что, знаете, знаете, царь-батюшка, вот, конечно, мы понимаем, что это хороший человек, но так делать нельзя. Четвертый раз в брак вступать нельзя. Ведь посмотрите, что происходило. А мы, понимаете, гордимся. Царь-батюшка, значит, там, Бечевская, понимаете, просто разрывается от своих эмоций в пении, там, понимаете, царя, давай, понимаете, монархию и так далее. И много кликуш, понимаете, начинают, да, конечно, конечно, слава Богу, Господь нас освободил от царя, понимаете. И я не хочу сказать, что я, понимаете, антимонархист какой-то. Я просто, я не против самой идеи царя. Я против того, что, как правило, понимаете, вот это сращивание, значит, царской власти происходит церковью. И не всегда цари достойно себя вели. И, как правило, даже возьмите, два царя всего было благочестивых за иудейскую историю. Помните, кого просили царя? А царя? Вот. А что царь, понимаете, царь Давид был. Ну, царь Соломон там и царь еще. Не-не-не. Ну, ладно, вы помните, мы изучали, значит. То есть, три всего царя, по сути, было. Вот, пожалуйста. А они же от имени церкви, именем церкви. Я говорю, именем Бога царь говорит. И что он именем Бога говорил? Всегда ли говорил то, что адекватно жизни церкви, и ученик Христа? Нет, конечно же. И тогда люди начинали ненавидеть церковь. Почему? Потому что они воспринимали эту церковь через царя, который был неблагочестивым человеком. Вы понимаете? Какой трагизм. Вот это сращивание. Почему, когда Византия, значит, стала создаваться Византийская империя, царь Константин, значит, легализировал церковь, многие христиане сразу ушли в пустыню. Сразу ушли в пустыню. Почему начинается, значит, движение монашеское, именно когда легализация церкви происходила? А потому что они понимали, все, Господь же сказал, что вы гонимы будете. А тут, значит, ой, не-не-не-не, что-то тут не то. Раз тут все хорошо, а там, где, знаете, перед затишьем буря, вот, не-не-не-не, что-то тут опасное. Вот. Гонимы. А тут гонимы никакого нет. И они ушли, понимаете? И поэтому пустыни были египетские, как города стали разрастаться, вне зависимости от власти, да, в свободе от власти. Поэтому нужно здесь четко понимать, понимаете, что одно с другим не то жнести. Более того, всегда было в неком антагонизме. Все, я на сегодняшний, сегодня уже заканчиваю свою лекцию. Значит, и заканчивается она, так, получается, шестой стих? Или что? А, ну, по сути, так. Ну, ладно, давайте я все-таки закончу. Здесь осталось буквально пять стихов, я просто скажу мысль свою. Значит, и тогда мы уже восьмая глава. То есть, получается, что он говорит, здесь Стефан, о том, что такое храм. И помните, как у пророка Исаия, что будут многие говорить, что вот храм же в Иерусалиме. Вот. Что храм, и раз храм стоит, значит, раз он не разрушен, следовательно, все хорошо, мы будем постоянно под покровительством Божьим. Так не надейтесь на храм, вы его пророк еще. А здесь он говорит о другой стороне, цитируя царя Давида, который тоже говорит, я тебе построю храм, значит, не скинь я будь, это храм на месте. Он говорит, ты не сможешь построить, потому что ты грешник, построить твой сын, потому что ты пролил кровь невинную. Так, и 51 стих. Шестаковые люди с необрезанными сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Что такое Дух Святой, понимаете, чтобы Ему противиться? Вот все светлое, что есть у нас, вначале через совесть идет, это все Дух Святой. И когда, почему апостол скажет позже, что, что такое грех? Грех – это противление Богу. Вот что такое грех. Как отцы ваши, так и вы, кого из пророков не гнали отцы ваши, а они убили предвозвестивших пришествие праведника, то есть креста, предателями-убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелам, не сохранили. Слушая сия, они рвались сердцами своими и скрежетали на Него зубами. Степан же, будучи исполнив Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию, что открылось Ему. Иисуса, стоящего от Иисну и Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстия, и Сына Человеческого, стоящего от Иисну и Бога. Но они закричали громким голосом, затыкая уши своим. Представляете, что творилось? Затыкали уши свои и единодушно устремились на этого одного человека, смиренного. И выведя за город, за город, помните, кого вывели для расправы? Листа. Они не хотели в городе этого делать. За город вывели. И стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савна. Тоже свидетели, видите? Свидетели, но другие свидетели. У ног юноши именем Савна. Вот этот юноша, он будет особым человеком в истории церкви. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими Дух Мой. И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмини им греха сего. И сказав сие, почи, вот смерть христианина, как смерть Христа, он также молился за своих распинателей, побивателей камнями. Ну вот, мы сегодня завершили еще один эпизод церкви, истории церкви. И следующая наша лекция будет, начиная с восьмой главы. С восьмой главы. Прочитайте хотя бы, я думаю, до... Ну, до пятнадцатой главы включите. С восьмой до пятнадцатой. Вопросов нет? Слава Богу, есть? Есть вопросы, я бы все равно не подважала внимания. Да. Это когда я приехала в ту, потому что она была в Швейцарии, в Желаконной. Это на рассказах про которые там. У них есть община католическая, да? У них есть ищение там, отступания, 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 в политном союзе. Если ты начнешь от общины, у тебя не есть два, ничего, ты не будешь, и ты туда идешь. Так. Если я тебя пропустил, и не туда я. Это вам, чтобы все это сделано, уже вступили в общину. Ага. Потом ты вступаешь. У тебя автоматически снимается процент твоей зарплаты. Отчисление идут в фонд этой общины. Ага. И там, если ты попустился в фонд, через неделю вам пишут заявление, выходят в этой общине, и все. До следующего. Кто будет, в них вступают в общину, пишут заявление, кто принять. У них деньги снимаются, ищут, это вообще человек умер в органе. Ага. Это, допустим, не был такой, не был такой, что... Ну, вы знаете, вот, понимаете, вот рационализм вообще протестантской церкви. Но здесь, понимаете, ну, как бы здесь, я думаю, что это такая второстепенная сторона вообще вот именно церкви Запада. Дело в том, что... Почему говорят, вот, понимаете, там церковь Западная, она очень активно занимается благотворительностью. Дело в том, что церковь на Западе – это бюджетная организация. Понимаете? И получается, поскольку они зажиточно вообще живут на Западе, жируют, как мы говорим. Так вот, когда у них не просто много денег, а очень много денег, им ничего не стоит для своего удовольствия, ну, скажем, каких-то там негров покормить, вот, в Африке, вот, или аборигенов в Австралии. И, конечно же, вот мы, смотрите, вот, они там, конечно же, успеют везде опубликоваться, там, во всех СМИ и все такое. А представьте себе православные церкви. Какие там бюджетные отчисления? Вот, понимаете, еще пытаются что-то сделать? Так, понимаете, ну, вы знаете, не буду, как бы, распространяться. Но смысл... Вы понимаете, нет, слава Богу, что налогов пока нет. Но, слава Богу, у нас налогов нет. То есть, мы не налоговая организация. Вот, это, видимо, какое-то затишье. Почему? Потому что до... В советские времена там налоги были такие, понимаете, и фонд мира, там во все фонды, какие можно было, понимаете, и мира, и войны были фонды. Все там хватало. Вот, и без церкви, конечно, церковь не могла просто жить и так далее. Сейчас мы просто восстанавливаемся, пытаемся что-то делать. Спасибо, Господь, за внимание.